Дюжины банковских задач вам должно хватить, так что сегодня последняя задачка по этой теме. Поехали! В июле 2016 года ретроспективно планируется взять кредит банки на 3 года в размере S миллионов рублей, где S целое число. Каждый январь долг увеличивается на 25%. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В июле каждого года долг должен соответствовать табличным значениям. Найдите наименьшее S, при котором каждая из выплат будет больше 5 миллионов рублей. Решаем сами, а затем смотрим разбор. Сейчас я зарисую табличку, которая была дана по условию задачи. Как ни странно, в ней находится самая ценная информация. Вы, ребята умные, конечно, понимаете, что заемщику за 3 года предстоит совершить 3 выплаты. Эти выплаты едва ли равны между собой. А коли так, вы спросите свой внутренний голос, чему же равна каждая из этих выплат? На что он ответит? Не знаю, дружок, думай сам. И вы, подумав, заметите, что первый платеж должен покрыть проценты от долга, то есть 25% от S. А также еще 0,3 S, чтобы долг соответствовал стандартам 2017 года. Далее история повторится, и банк начислит проценты на 0,7 S. Их обязательно нужно будет выплатить, а также доплатить 0,3 S, чтобы долг был точь-в-точь, как в столбце 2018 года. И последняя выплата. Ясно, она устроена точно так же. Посмотрим, какие выплаты у нас получились и что с этим делать. По условию задачи, каждая из выплат должна быть больше 5 миллионов рублей. Но не нужно решать все эти три неравенства. Смотрите, вот самая маленькая выплата. Если она будет больше 5 миллионов рублей, то все остальные будут тоже больше 5 миллионов рублей. Осталось решить это неравенство. Лучше поработать с обыкновенными дробями, чем с десятичными. И заметить, что S больше 10,10,19. С учетом целочисленности получим ответ. 11 миллионов. Все, кто его получил, большие молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!